Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет о допомиссии акций инжиниринговой компании группы Е4. Размещение проходило по закрытой подписке. В ходе было выпущено 460 миллионов ценных бумаг. Номинальная стоимость одной акции составила 1 рубль. В результате общий объем выпуска 460 миллионов рублей. В ходе допомиссии уставный капитал группы был увеличен до 490 миллионов рублей. Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости компании и реализацию текущих проектов. Сегодня у нас в студии генеральный директор компании группы Е4 Петр Безукладников. Здравствуйте, Петр. Рада вас видеть снова у нас в гостях. Добрый день. Насколько сейчас легко компании привлекать средства и выполнять те правильные работы, которые намечены? Это два разных вопроса. Да, причем основные, я так понимаю, остались сутки. Выполнять работы не стало тяжелее, чем это было раньше. То есть, наоборот, мы считаем, что квалификация группы с каждым месяцем растет, и наши люди все больше и больше погружаются в суть проектов, которые они выполняют, и уже действуют в том темпе, который требует заказчик. И совсем другая история – это привлечение средств и даже более напряженно привлечение финансовых гарантий от банков, которые мы должны выставить в адрес наших заказчиков как по исполнению проекта, так и по привлекаемым авансам. Здесь, конечно, ситуация, как и на всем финансовом рынке, сильно напряглась. То есть, банки теперь считают уже не столько риск дефолта Е4, то есть, все знают компанию и доверяют ее квалификации, сколько риск того, что заказчик будет отказываться от проекта и использовать банковскую гарантию для того, чтобы срочно получить свои деньги назад, если ему понадобится поддержать свою ликвидность. Вот этот риск, конечно, его банки учитывают во все возрастающей степени. Тогда давайте, если говорить подробнее на эту тему, давайте попали. Во-первых, сколько проектов заморожено у группы, сколько проектов не реализовалось? На сегодняшний день точно не будут в этом году строиться Пермская ГРЭС и Омская ТЭЦ-3. Это, на самом деле, довольно большие проекты, около 20 миллиардов рублей планировалось выручки по этим проектам. И в настоящий момент практически приостановлен проект Ставропольской ГРЭС. То есть, заказчик пытается договориться с правительством о том, чтобы перенести реализацию этого проекта, уже, скажем так, не привязывая его к Олимпиаде 2014 года, то есть, пустив эти блоки в 2014-2015 году, а не в 2011-2012, как было запланировано ранее. Соответственно, проект в настоящее время находится в состоянии заморозки. Все остальные проекты, которые уже начаты были, они согласно намеченным срокам реализуются? В целом, да. То есть, самый большой из оставшихся – это проект строительства Ниганьской ГРЭС. По крайней мере, по двум энергоблокам заказчик подтверждает необходимость проведения всех мероприятий и ведения проекта в прежнем графике. Но третий блок, возможно, тоже будет переноситься на более поздний срок. Это у нас компания «Фортум» и владелец ТГК-10. Это Ханты-Мансийский автономный округ. По Курской, наверное, это владелец «Анексиум», возможен перенос на несколько месяцев, то есть, это не критично. Стало понятно, что к осенне-зимнему максимуму 2010 года мы блок уже не пустим, так как произошел пересмотр технического задания на проектирование. Соответственно, уже не нужно торопиться, и можно пустить блок по окончании, то есть, в мае следующего года, так как он работает еще на теплосеть, то есть, спокойно, когда потребители от этого не зависят, испытать в том числе его в режиме и теплофикционной нагрузки. По Краснодару мы рассчитываем пустить блок по графику, то есть, Лукоил, собственник ТГК-8, настаивает на том, что сроки сдвигаться не должны, и мы готовы пустить блок сроками.